И вовсе не жалкая пародия. Отличить фальшивые деньги от настоящих не так просто. В основном этим занимаются сотрудники Центробанка, а также правоохранительные органы. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Поддельная купюра, в отличие от настоящей, состоит из двух листов. Не ярко выраженная, но есть различия в оттенках цветопередачи. А вот наличие водяного знака – не показатель. Следующим признаком является то, что имеется осыпание в местах перегиба денежного билета. Также можно посмотреть месте расположения и знаков серии номера. Вот видите, изображение серии номера плохо читаем, потому что в ходе оборота денежного билета, когда он находился в обороте на руках у обывателей, произошло осыпание крающего вещества. Защитную нить на купюрах, сделанных фальшивым монетчиками, можно оттянуть с помощью иголки или кончика ручки. Со слов экспертов, чаще всего поделывают бумажку в 5000 рублей. Объектом обмана служит не только отечественная валюта, но и доллар. Если, допустим, у вас вызвали сомнения в подлинности денежного билета, ни в коем случае не надо пытаться его сдать или сбыть. Необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или в отделение Сбербанка, чтобы специалисты на месте установили, денежный билет является подлинным или, наоборот, является фальшивым. За сбыт и хранение фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.